Что я сейчас и рассказываю, что с Божьей помощью у нас сегодня небольшой укороченный урок, так складываются обстоятельства, наши дела, процедура проведения уроков так у нас разом и меняется, мы делаем небольшой короткий урок, и в нем мы занимаемся пророком Нижаягу, тем самым местом, на котором мы остановились. Я напоминаю вам, что это за место, сейчас одну секундочку, я открою это, мы начали с вами с Божьей помощью 56-ю уже главу пророка Нижаягу, и это, конечно, я не вижу здесь у себя на скрине, секунду, секунду, это мы сейчас закроем и снова откроем. И вот сейчас мы ее видим, вот, мы ее наблюдаем, и мы немножко с вами этим позанимаемся сейчас, посмотрим, как это объясняется, потому что у нас уже возникли некоторые вопросы. Во-первых, мы с вами поинтересовались структурой этого первого пасука, коамарашем, так сказал Всевышний, шимру мишпат, соблюдайте закон, мишпат, веасу и делайте цдака. Цдака. Цдака – это милостынь. То есть, с одной стороны, там, где надо и когда надо, следует придерживаться закона, буквы закона очень строго, и там, где надо, цдака нужно делать, совершать милостыню, давать. Тогда, когда речь не идет про соблюдение закона, и тогда, когда нужно предпринимать акты, совершать акты милосердия. Это мы с вами все в прошлый раз упомянули, разобрали. Но вот эти две фразы, соблюдайте суд с одной стороны и совершайте милостыню с другой, они связаны с двумя вот этими. Кикрува иешуатилава. Потому что близко мое спасение, чтоб прийти. Вециткатили и голод, и моя праведность, чтобы открыться. И мы обратили свое внимание, что вторая и четвертая фразы замечательно сочетаются. Цдака и циткати – это фактически одно и то же слово. Милостыня еще переводится, как мы с вами знаем, как праведность, потому что связаны эти понятия. Человек, который не помогает, не отдает бедным, не поддерживает нуждающихся, не может иметь отношение к этому понятию циткут – праведность. Поэтому это слова однокоренные. Цдака и цитикут – милосердие, милостыня и праведность. А первая и третья фразы, как они сочетаются, тут нужно понять. Шимру мишпат, соблюдайте суд, как сочетается Кикрува иешуатилава с тем, что близко мое спасение прийти. Я тут наоткрывал всяких, видите, окошек. И вот одно из окошек, которое я открыл, это, как вы видите, Талмуд. Вот он, Вавилий, Вавилонский. Трактат Шаббат, 31 лист. Это очень известное, ну просто классическое место. Тут вот этот нееврей, который приходит к Шамаю и говорит ему… Это другой нееврей, вот этот нееврей, который приходит к Шамаю. И он говорит, ты делай мне ги-юр, чтобы научить меня Торе, пока я стою на одной ноге. И Шама его выгоняет, а Елель его принимает. И все это, все вот это вот, вся эта классика здесь находится. Все эти истории, которые прекрасно знают. Но тут еще есть очень важное место, знаменитейший отрывок тоже, который описывает весь Талмуд. Как вообще весь Талмуд выгоняете? А описывается он, видите, или с помощью пусука, который мы давно с вами учили. Пусука из пророка Ишаяу. Это тоже Ишаяу, но это еще, понимаете, до пандемии, до ковидной Ишаяу, которую мы учили еще в синагоге, а не по Зуму. Немногие тогда еще знали, что есть такое слово «зум». Были такие допотопные времена. Так это вот 33 глава, и этот пасук мы с вами, конечно, подробно учили, эту гимору, конечно, смотрели. Но я вам напомню ее, потому что это очень важное место. Здесь в этом пасуке написано пророки Ишаяу в 33 главе. И будет эмунат и теха, вера времени твоего, хосен ешот, сила спасений, хохмат-вадат, мудрости, разумения, знания, ерата-шем, вот для всего этого, и для веры, и для силы, и для мудрости, и за знания, ерата-шем, богобоязненность, и осаро, она является складом для человека. То есть, если у человека есть богобоязненность, все остальное прибавится. Так вот эти все понятия, вера, время, сила, спасение, мудрость и знания, шесть понятий, это, оказывается, шесть частей Талмуда. Вот эти вот слова, они все имеют отношение к шести частям Талмуда. И вот это вот здесь говорится. эмунат, вера, зе седер зрей. Это порядок семян. Как мы с вами все это объясняли, Раша это тут пишет тоже просто в Талмуде, что первая часть Талмуда, где очень много говорится о том, как нужно пахать и сеять святую землю, как правильно отделять десятиную труму от урожая, какие посадки запрещены, килаем, орла. То есть, седьмой год, огромное количество материала, касающегося сельского хозяйства. Тут понятно, что все строится на вере. Поэтому первое понятие из этого пасука, вера, касается первой части Талмуда, где столько агрономии сельского хозяйства, потому что человек должен полагаться на Творца, на то, что тот сегодняшний даст дождь, благословить твой урожай и постоянно молиться об этом. Потому что, как вы понимаете, в старые добрые времена человек жил на своем участке, около своего поля. И если это поле рожало, человек мог продолжать жить и продолжать кушать. А если поле не рожало, человек начинал голодать. Подчас радикально до смерти голодать. Поэтому тут надо постоянно было молиться, просить Всевышнего, чтобы с этого поля что-то можно было поиметь. И теха «время твое» естественно касается, следующая фраза из пасука, из правого крыша «время твое». Это касается как раз времени, как раз той части Талмуда, второй части Талмуда, которая говорит о временах, о главных точках еврейского календаря, где про шаббат и про праздники. «Зе седер моет» это порядок праздников, начинающийся с трактата шаббата и заканчивающийся трактатом хагига, рассказывающим про праздничные жертвоприношения. «Хосен» «Сила» Следующее слово пасука. «Зе седер ношем» это порядок женщин, это та часть Талмуда, которая отвечает для женщин за женские дела, за женские законы. Очень, очень важный, как вы понимаете, практически необходимый элемент нашего закона. И для того, чтобы здесь выдержать все испытания, связанные с женщинами, нужна огромная сила. Вот это «Хосен» это мощь, которая необходима каждому мужчину для того, чтобы устоять перед всеми соблазнами, касающимися этого дела. И вот удивительная вещь, что слово «ешуот» следующее, ведь вот он, вот он этот пасук, да, следующее слово пасука «ешуот» «спасение». Чему оно соответствует? «Седерный зики». Это порядок Талмуда, который говорит про ущербы, то есть про все имущественные законы, про деятельность травинского суда, который должен следить за тем, чтобы один человек не обирал, не обворовывал другого, чтобы люди возвращали друг другу долги, в общем, чтобы финансовая составляющая еврейской жизни была на высоком моральном уровне, чтобы все соблюдалось в этом отношении, как положено. Это называется спасение. Почему это называется спасение? Потому что здесь речь идет обычно про спасение того, кого обирают, от того, кто его обирает. Ну и дальше еще две части Талмуда. Последняя – это хохмат, мудрость, это седер-коджим, порядок, связанный с жертвоприношениями, потому что там огромное количество деталей, функционирование храма, как вообще храм работал, это относится к глубокой, сложной мудрости. Ну и дат, знание, точное, детальное знание с огромным количеством мелочей, зе седер-таарот, это порядок, касающийся чистоты, нечистоты во времена храма, там огромное количество тоже тонкостей и законов. Так к чему я это? А, вот к чему. Что вот это вот шимру мишпат, соблюдайте закон, первая фраза. И третья фраза в нашем посуде, хрва ешуа тилава, что близко мое спасение прийдет. Слово мишпат, то есть тот самый закон, который в рабинском суде или который про имущественные отношения, он связывается здесь со словом ешуа, спасение. Точно так, как только что мы видели, что именно слово спасение указывает на ту часть тамуда, которая говорит про вот эти самые имущественные законы, про тот мишпат, о котором здесь написано. Здесь, опять-таки, совершенно не случайное совпадение, ну и намек на то, что, опять-таки, как мы с вами неоднократно вспоминали, для того, чтобы еврейский народ был спасен, для того, чтобы мир в итоге был спасен, необходимо, чтобы соплеменники, близкие люди ни в коем случае друг друга не обманывали, не подставляли, именно, прежде всего, с финансовой стороны, чтобы вот эти вот законы финансовых взаимоотношений соблюдались неукоснительно, и чтобы, как написано в другом месте Талмуда, как вы прекрасно понимаете в трактате Перке, а вот, чтобы имущество твоего ближнего было так же важно, так же любимо для тебя, в смысле, его сохранность, чтобы ты так же заботился о сохранности чужого имущества, как о сохранности своего. Ну и таким образом, понятно, если бы люди так себя вели, то, может быть, видите, приход Машиха был бы уже давно, или, во всяком случае, был бы сильно ускорен. Вот это тоже здесь написано в первом посылке, во втором написано знаменитый Ашрей и Нош, это все, как вы понимаете, вся эта текстовка, которую мы здесь вслух зачитываем, она зачитывается постоянно в синагогах, в каждом общественном посте, когда происходит молитва Минха, вот этот вот отрывок авторы, он обязательно читается вслух, то есть это вот, вообще весь этот текст для любого религиозного еврея, это символ голода, потому что это уже конец поста, остается там полтора часа, час-полтора до конца поста, и уже тяжело совсем, у некоторых головы болят в этот момент, то есть это вот с больной головой как раз вот этот текст пророка Ишея обычно прослушивается, так вот, ашрей-енош, счастлив человек, я асэ-зод, который сделает это, у вэн-адам, и сын человеческий, я газик-ба, который схватится за это, шо мер шаба, тот, кто соблюдает субботу, мэ-халэ-ло, чтобы не осквернять ее, немножко странное выражение, мэ-халэ-ло, кдэй-ло-ле-халэ-ло, как-то, ну, от того, чтобы осквернять ее, довольно странно, надо сказать, соблюдает субботу, чтобы не осквернять ее, кдэй-ло-ле-халэ-ло, там, как-то так, ну, так тоже, наверное, можно сказать, вэ-шо мер я-до, и хранит руку свою, мэ-асот о-й-ра, от того, чтобы сделать всякое зло, очень любопытно, что основными двумя критериями значит, того, что называется Ашрей, счастлив человек, является, во-первых, соблюдение субботы, понятно, шамер-шаббат, вот оно, это любимое наше выражение, шамер-шаббат, соблюдающий субботу, и тот, кто хранит, блюдет свою руку, не дает хей, а храняет ее от того, чтобы совершать зло, что это за зло, которое должна здесь не совершать рука, это хороший вопрос, по всей видимости, речь идет про заповеди лота-сэ, запретительные заповеди Торы, то есть, то, что делается человеком, делается, так сказать, рукой активно, с тем, чтобы нарушить закон, ну и понятно, что без соблюдения запретов вообще-то никуда не двинешься, и выделяется из этих запретов шамер, потому что мы с вами знаем, что одна из заповедей, которые, так сказать, весят столько же, сколько все остальные, это заповедь Святой Субботы, и человек, который придерживается Святой Субботы, он находится в списке, его членство в списке евреев, оно абсолютно легитимно и никаких сомнений по поводу его национальности не может быть, а вот человек, который не соблюдает Субботу, он вроде как номинально, родившийся от еврейской мамы, является евреем, но реально, в действительности, его еврейство, с точки зрения нашего закона, как мы с вами знаем, приостанавливается. Так вот, здесь написано про Энош и про Бен Адам. Человек в двух разных определениях. Мы с вами неоднократно говорили, что слово Эноша означает маленького человека. Ну, Мальбин тоже это говорит, видите, я тоже даже открыл это. Мы совсем недавно это учили, в 51 главе, видите, все это уже было в глубоко ковидные времена. Так мы с вами говорили, как, значит, ты можешь бояться, это самое знаменитое, одна из пяти авторот, успокоение, я вас утешу, говорит Сивишн. Как ты можешь бояться человека, который умрет? Как ты можешь бояться человека, который умрет? Вот это Энош, здесь Мальбин тоже говорит, что, видите, Энош, а Энош, Море, Немца Катан, указывает на маленького. На маленького человека. И вот этот самый маленький человек здесь тоже имеет свой вид. Мы говорили еще, усугубляя это объяснение, что слово Энош связано со словом Нашани, употребленным в Торе в отношении сына Иосифа Минаше, что Бог дал забыть Иосифу все его страдания и весь дом его отца. Был у нас такой, момент известный на эту тему, когда мы связывали слово забвение со словом человек и говорили страшные вещи, что вот это слово Энош, оно указывает на то, что этого человека забудут и большинство людей забывают. Два-три поколения и все. Никто не помнит этого прадедушку вообще. Кто это был и как его звать? То есть можно сказать, что подавляющее большинство людей имеет вот эту характеристику – уходить в забвение. И вот это вот слово Энош, оно это и выражает. Так вот даже такой Энош, маленький человек, которого все равно забудут, его-то, может, люди забудут, но если он правильно себя будет вести, он будет себя хорошо чувствовать после смерти. Так он счастлив, который сделает это. Ясэ зод. Ну, с точки зрения кабалы, это очень известное место, потому что здесь стоит слово зод. Неконкретно сделает там то, сё, пятое, это. Зод в женском роде. В конце концов, ничего бы не пропало здесь, в смысле простого смысла, если бы было написано обычное еврейское слово «это», то есть «зэ» в мужском роде. Нет. Счастлив муж, который сделает зод. Это в женском роде. И мы с вами неоднократно говорим, что зод в женском роде, кабалысты говорят, это обозначение шахим. И фактически речь идет о том, что этот Энош, маленький человечек, прямо как в русской литературе, тема маленького человека. Он ясэ зод. Он сделает эту. Эту он сделает. Шехину. То есть он он может наполнить, даже самый маленький человек может поучаствовать в наполнении мира божественной благодати. Потому что, как мы с вами знаем, даже самый маленький человек очень даже звучит гордо. у Бен Адам, сына Адама, говорит здесь Марима, это еще даже хуже, чем Энош. Это, у него даже нет никакой индивидуальности. Энош, он хотя бы человек, ну, отдельно. А Бен Адам, сын человеческий, это просто указание на вид. Это один из представителей рода человеческого, практически безличный. И даже он, Ашрей, он даже, он будет счастлив, если Ягзикба схватится за нее. Энош, он может, Лаасот, сделать эту. То есть он может даже придать какую-то силу содержания присутствия Бога в этом мире, Шехине. Ну, а Бен Адам, он все-таки настолько безличный, что он, может быть, придать ничего не может добавить. Но он Ягзикба, он может за нее держаться. Даже самый простой маленький человек может держаться за присутствие Бога в этом мире. И будет счастлив. Такие вот удивительные вещи. Ну, и я прям открою гемору на эту тему, чтобы не быть голословным. Это вот мехалило, это странное выражение, соблюдающий субботу от того, чтобы ее осквернять. Это так специально сформулировано, чтобы можно было прям увидеть сразу. К тому, удивительное, это написано в трактате Шаббат на 118-м листе. Тоже очень известное место. Вот оно, да? Амараби хибараба варабьёханан на тимирабьёхан коль аммешамер шаббат. Всякий, кто соблюдает субботу, кегил хато по ее закону. Когда-то меня интересовал вот этот вот глагол мишамер. Вы знаете, есть шамер, только что мы с вами прочитали шамер-шаббат. А Талмуд мог совершенно спокойно здесь тоже сказать шамер. Коль шамер-шаббат кегил хато. Всякий, кто соблюдает субботу по ее закону. А Талмуд говорит не шамер, а мишамер. В принципе, это практически одно и то же. Почти. Но все-таки это разные глаголы. То есть есть глагол шамар в форме пааи. Простой глагол, самый простой. И от него происходит шамер-шаббат, соблюдающий субботу. А есть глагол шамер. Как-то реже он вообще употребляется. И в данном случае именно он здесь стоит. Это более сильное действие. То есть как будто написано, что не коль шамер-шаббат, не просто соблюдающий, а очень хорошо соблюдает. Мишамер это чуть больше, чем шамер. Афилу Ведаводазара. Даже если он поклоняется идолам Кедор и Нош, как в поколении Ноши. То есть даже тогда, когда он поклоняется идолам Саганьком, у него такое очень свежее отношение к идолу поклонства. Потому что вы понимаете, что Дор и Нош, поколение Ноша, это первое поколение в истории человечества, когда начали поклоняться идолу. То есть человек прямо так вот Саганьком поклоняется воспринимая это как нечто совершенно новое, поклоняется идолу. Мох Лидло его прощает. То есть человек, который идеально соблюдает субботу, изо всех сил старается, даже если он идолопоклонник, его простят. Но это совершенно непонятное выражение, тут куча всяких комментариев, которые говорят, это вообще невозможно. Если бы человек детально соблюдал субботу, он никогда бы не стал поклонником, потому что суббота указывает на то, что Бог создал мир, и как же можно отказываться от Бога? Ну так на это есть ответ. Он не отказывается от Бога. Он поклоняется идолам. И причем именно Кедор и Нош как поколение Ноши. А как поколение Ноши? Поколение Ноши очень помнило хорошо про Бога. И глубоко его уважало. Только оно выделяло почет и уважение также и посредникам между Богом и человеком и поклонялось кроме Бога. Еще его посредникам, таким как Солнце, Луна, и прочие силы природы. Именно как посредникам. Тогда еще в поколении Ноши никто не думал совершенно отказываться от единого Бога. Все наоборот были только за Него. Ну и за его посредников, за ее силу. За его силу. Так очень такая известная гимора наш посуд ошей и нож и осезот. Да, сейчас человек, который это сделает, шамер шаббат, мехалело. Вот это загадочное слово. Соблюдает субботу, чтобы ее не осквернять. Так? Что значит что-нибудь? Альтикри мехалело. Не читай мехалело. Эла. Но как читать? Махуль ло. Прощается ему. Еще раз. Значит, очень просто получается. В нашем посуде прям видно шамер шаббат соблюдаешь субботу, махуль ло. Соблюдает субботу, махуль ло. Прощается ему. Действительно, прям вот видно это слово в этом странном выражении мехалело, от осквернения его. Сразу видно эти два слова махаль, простить и ему. То есть, если он соблюдает субботу, ему все простят. Есть такой момент. Поэтому, в принципе, если нам нужно какое-то специальное особое прощение от Творца, нужно очень особо, специально, с большим старанием последить за соблюдением суббот. Вот. Ну и дальше знаменитейшие пасуки, три знаменитых пасука, которые мы сейчас прочитаем и оставим этих анализ подробный на следующий раз, когда у нас будет более длительное занятие. Валь-Йомар и чтобы не сказал Бен Анехар, сын чужака, Анилва Эляшем, который сопровождает Бога. Кто такой сын чужака, который сопровождает Бога? Это бывший нееврей, который пришел принимать иудаизм. Лемор, говоря, пусть он не говорит, говоря, Авдель Явдилани отделением отделил меня. Миночка, если можно нажмите на микрофончик, потому что у меня фонит, я сам себя слышу у вас, то есть у меня мой голос через вас несется ко мне. Авдель Явдилани отделением отделил меня Ашем Всевышний Миаль Амо от своего народа. То есть Бен Анехар, человек, родившийся неевреем, может переживать, если он хочет принять иудаизм, что, мол, Бог отделил меня от своего народа. Я родился неевреем, а я бы хотел родиться евреем. Говорю, Аль Йомары, пусть не скажет Асарис, извините, Евнух, ну, в смысле, скапец, так сказать, человек, который не может плодиться и размножаться, человек, у которого нет возможности, просто он больной, да, у него нет детей. Ген, вот они, я, Эцьявеш, дерево сухое. То есть, пусть нееврей не говорит, ой, я родился неевреем, а хочу быть евреем. И пусть Сэрис, человек, который не смог не плодиться, не говорит, что я сухое дерево. Это, Мальбим объясняет, гениально, просто и точно, что у нееврея нету как бы духовного еврейского прошлого. А у евнуха у этого нету будущего, потому что у него нет детей. И пусть они не переживают. Почему? Ки-ко-амарашем, потому что так сказал Всевышний, лас-сарисим, для вот этим вот самым евнухам, этим людям, которые не могут плодиться и размножаться, ашер-ги-шмеруэт шапто-тай, которые будут соблюдать мои субботы, опять шаба, у вахаруи изберут ба-шер-ха-баси то, что я желаю. То есть будут избирать то, к чему я проявляю благоволение. Будем в следующий раз разбираться, что означает эта фраза. Что значит? Избирать то, что желает Бог. Ну, соблюдать субботу понятно. Соблюдать еврейские законы. Но вот эта вот формулировка избирать то, что пожелает Бог. У махази кимбэ-брити, который держится за мой союз. Ну, это, по всей видимости, уже речь идет про неевреев, которые входят в брит, которые делают обрезание, становятся частью союза. Потому что, почему они не должны переживать? Потому что вот эти самые известные слова пророка Ишаял. Венататил аем и я дам им бэ-вэ-йти в доме моем у вэ-хо-мотай и среди стен моих что? Яд вашем. Вот они, эти два слова, которые стали названием музея Верушалами. Яд вашем, руку и имя, то, который лучше мебанин у мебанот, чем сыновья и дочери. конечно, идея дать руку и имя, то есть продлить память о тех людях, у которых не было детей, не было сыновей и дочерей, а может быть и были, но погибли. Это красивая идея, и поэтому эта идея получила название Яд вашем, рука и имя, поддержка и слава, поддержка и память. Шем олам, имя вечное, этен ло, дам ему, ашер ло хикарет, который не истребится. Божьей помощью мы с вами в следующий раз уже посмотрим глубокие объяснения этих знаменитейших слов, которые означают что-то конкретное. Вы знаете, тут есть всякие детали очень известные. Например, Яд Вашем последние слова, последние буквы в этих словах складываются в словах дам, кровь, что, как вы прекрасно понимаете, является не случайным. В общем, тут есть чем позаниматься. Я напомню вам буквально в двух словах, где мы остановились в Хумаше и какую проблему мы поставили. Проблема эта специфическая, потому что любая проблема, имеющая практическое значение для воспитания евреев, это всегда проблема очень-очень особенная, поэтому я ее обозвал специфическо. Что я имею в виду? В принципе, ничего не мешает нам, например, начать говорить о том, что есть некоторые виды некошерной еды, чья некошерность, скажем так, сомнительная, некошерность, сомнительная. То есть, может быть, там, в талмудические времена и такая еда, и такая еда вполне бы считалась кошерной, и с течением времени в истории эудаизма так получилось, что там накрутили какие-то запреты, и кошерная более-менее еда превратилась вдруг в некошерную. Мы об этом с вами говорить не будем, потому что с практической стороны ты только начни говорить такие вещи. Ты только кому-нибудь что-нибудь скажи, что где-нибудь что-нибудь можно ослабить, расслабить ремень, так сказать. Только намекни, что где-нибудь что-нибудь лишнее запретили. Так после завтра вообще из того, что не лишнее запретили, останется хорошо 2-3%. Уже будет спасибо. Поэтому держимся. Никаких намеков, никаких распусканий ремней. Все четко, строго. То же самое касается астрономии и тем более астрологии. Ну, прежде всего астрологии. Потому что стоит начать говорить что-то хорошее, позитивное про астрологию, то вы понимаете, что все эти бесконечные астрологические прогнозы, астрологические карты, сайты, всякие знатоки, астрологи, которые за небольшой план всю правду тебе расскажут, лучше всякой цыганки. Они тут же выйдут на первый план. Они ничего в этом действительности не понимают. Поэтому нам приходится лавировать между правдой и между практической надобностью. Правда заключается в том, что астрологию нельзя ругать. настоящую, изначальную, созданную нашими великими людьми, законодателями, каббалистами, вот эту каббалистическую астрологию ни в коем случае нельзя ругать. Это, как говорится у нас в комментариях, Рабин Бахаин пишет про праотца Авраама, где Асмаса хохмаги дуваны. Это великая мудрость. Если ее понимать и знать, как к ней обращаться. Тут надо, как мы с вами говорили, учитывать огромное количество обстоятельств. И день, когда человек родился, то есть день недели. И час в день недели, когда он родился. И вероцентство на число месяца, и месяц, когда он родился. И всякие предрасположенности, которые возникают, когда все эти аспекты дня его рождения соединить. Может быть, надо и день зачатия тоже учить. Это вообще дело тяжелое. Это непростая, очень глубокая и связанная с огромным количеством деталей разнообразных наука. И про театра как мы знаем, был один из столпов этого знания. К нему стояла очередь, и он таки, да, эти знания раздавал. И у нас с вами было вот это знаменитое объяснение Раши в прошлый раз, в котором было три части, три элемента, три подхода к тому, как, собственно, творец отреагировал на астрологическую карту праотца. Авраам составил себе эту астрологическую карту, так, он составил себе эту астрологическую систему предрасположенностей и, соответственно, возможных и невозможных для его личности, для его собственной личности развития событий. и одним из невозможных развитий событий было обретение потомства, ну, не получалось, ну, невозможно было, согласно астрологическим этим картам, согласно всем этим его грандиозным знаниям, получить настоящий ответ. в этом смысле, получить детей, получить возможность их иметь, он был бесплоден, судя по всем этим звездам. Ну, и три варианта, я напомню вам эти три вещи. Первое, что вот это выражение «бойот целого охотца» и вывел его наружу торговый, что Бог вывел Авраама наружу. Что это означает? Первое, что он просто вывел его из дома посмотреть на звезды. Зачем? Ну, по-простому, в смысле того, что дальше написано. Что, типа, всевышний говорит, посчитай звезды, если ты их можешь посчитать. Кой таково будет твое потомство. То есть, просто, ну, на самом простом уровне, если это понимать, Бог вывел Авраама наружу в смысле из дома, посмотри на звезды и вот столько будет у тебя. Такое будет твое потомство. Несмотря на то, что тебе кажется, что его не будет. Второе объяснение, самое известное, цель место, нет, выйди из астрологии своей. И мы с вами разбирались с этим делом, что значит выйди из своей астрологии, по-простому говоря, вообще выйди из них, хватит этим заниматься, займись чем-нибудь более близким к Богу и духовным, как будто бы говорит творец. Ты говоришь, что Авраам, человек, который зовут Авраам, он не может иметь детей. Ну да, так Авраам может иметь детей. То есть я поменяю твое имя, я тебя поменяю. Ты будешь другой. Я тебя немножко подкорректирую, переформатирую, говорит творец. И благодаря этому у тебя будут дети. Мы, естественно, задались вопросом на эту тему. Что значит выйти из астрологии, если речь идет не о том, чтобы отменять астрологию, а о том, чтобы просто переделывать человека. Ну так, если человека переделать, астрология будет другая. Ну и третье. Что Бог поднял Авраама над звездами, говорит Раша. Как будто бы под его ногами оказались звезды. И мы привели доказательства этому, и Рабейн Бахаи, который это комментирует, выводит это дело. Что как будто бы Авраам Авину был поднят над звездами, выведен из этого мира. И вот эти три вещи, эти три объяснения, как мы в следующий раз уже с вами посмотрим. У нас сегодня немножко по укороченной программе идет занятие. Эти три комментария, они и есть три ответа, которые нам предоставляет традиция в отношении астрологии. В отношении того, что называется нашим с вами знаменитым словом «мазаль» «созвездие» или «судьба». А «судьба» и «созвездие», поскольку это одно и то же слово по-еврейски, это означает, как вы понимаете, что именно с созвездиями связана судьба человека. И вот этот вот момент, эта деталь, эта идея судьбы, она периодически возвращается к нам во время наших занятий, и в следующий раз с Божьей помощью мы прям серьезно постараемся осветить эту идею судьбы рока со стороны вот этих трех объяснений Раши. В конце концов, мы с вами неоднократно вспоминали, говорили, что если глубоко учить этого главного классика, этого главного комментатора нашего с вами, Рабина Шлома Исхаки, Раши, то можем вообще все выучить. То есть в его комментариях, если серьезно подойти, если углубиться в его тексты, можно открыть совершенно дивный, неизведанный глубин. Вот более-менее на сегодня, с Божьей помощью, в следующий раз будем делать большой урок всего самого наилучшего на постоянной духовной связи. Раби, а можно вопрос задать? Уже вас. Буквально две секунды. Вот по поводу вы говорили обобрали, то есть если кто-то обобрал и наказывается за это. Вот у меня вопрос такой, а если, допустим, этот человек не еврей, то есть не еврей, не еврейской нации, как это работает? Теоретически все зависит здесь от разных обстоятельств в жизни того еврея, которого таки обобрали. Потому что если, например, этого еврея обобрали, и это может считаться наказанием для этого еврея, то есть, например, может считаться, что этот не еврейский товарищ пришел по протекции, по указанию свыше наказать еврея за что-то, это довольно-таки частый распространенный момент. и это у нас с вами называется «Спасибо Богу, что взял деньгами». Есть такое выражение. То есть, это тогда, когда еврея наказывают через какого-то не еврея для того, чтобы он потерял какие-то деньги, получил искупление за какие-то свои ошибки таким образом, или понял, осознал какое-то свое неправильное поведение, изменил его. то есть, в принципе, это один вариант. Другой вариант, что это просто такое нехорошее истечение обстоятельств, которое произошло в жизни человека. И тогда Творец может защитить, например, еврея от этого не еврея, может вернуть ему все, что этот не еврей забрал. То есть, есть разные варианты. Нам очень трудно определить, как это работает. Разумеется, конечно, если это произошло, то, поскольку речь идет про не еврея, нужно обращаться в не еврейский суд, можно и нужно обращаться в не еврейский суд, судить этого товарища, забирать у него то, что он отобрал у еврея. Это совершенно нормальное занятие, ничего особенного в этом нет. Другое дело, что если один еврей обобрал другого, то тут, как вы понимаете, не еврейский суд, во всяком случае, сразу, быстро, не еврейский суд идти просто, категорически запрещается, нужно идти к раввинам, в раввинский суд, и только если тот еврей, который обобрал, отказывается категорически идти в раввинский суд, тогда раввинский суд может выдать разрешение пострадавшему идти в обычный суд, и там уже поприжать этого нехорошего еврея, который отказывается идти к раввинам, разбираться, по полной программе поприжать его в светском суде, То есть есть такие вот тоже опции. То есть должно быть разрешение от раввина, чтобы пойти... Сразу, да, на еврея сразу подавать в нееврейский суд категорически нельзя. То есть только в том случае, например, если этот еврей абсолютно светский, ему абсолютно наплевать на всех раввинов и на всю Тору, не дай Бог, тогда, естественно, это разрешение идти в нееврейский суд, оно дается практически автоматически. Человек приходит к раввинам и говорит, смотри, меня там обобрал человек, который вообще никакого отношения к евреям никогда не имел. Он еврей по национальности, но он ни во что не верит, и он вообще, так сказать, ни в какой суд раввинский не пойдет, естественно. Ну и тогда, скорее всего, разрешение идти в нееврейский суд, оно будет дано очень быстро. Конечно. Вот такая ситуация.